Все, кто утверждает, что в США мой дом, моя крепость, и если кто-то зашел на твою приватную частную территорию, то ты смело можешь достать свой дробовик и наказать того, кто посмел это сделать. Но на самом деле не так. В штате Мэйн произошел случай буквально недавно. Житель его благополучно спал ночью. В три часа ночи подростки решили пошутить в так называемую игру. Тик-Ток Дон-Дон прибегают ночью, звонят в звонок и убегают смеясь, веселятся ребятишки. Но житель этого дома, собственного дома, не выспавшийся, только протерший глаза, конечно, он взял пушку и пошел смотреть, кто же неоднократно делает такое. Будет его каждый раз. Увидев людей, которые убегают толпу, он просто начал по ним стрелять. Оказалось, это подростки. Пошутили. Один из этих подростков теперь лежит с тяжелыми травмами ноги в больнице. А мужчину, который воспользовался так называемой безопасностью, он на своей территории теперь грозит 20 лет тюрьмы. Так что, ребята, не обольщайтесь, кто живет в США и рассказывает истории о том, что на своей территории ты можешь делать все, что хочешь. Даже тот, кто шаг, шагнет, ты его можешь наказать оружием. Это не так. Все в здравом уме. Если, конечно, к вам пришли с оружием и на вас нападают, то закон будет на вашей стороне. Но если вы просто так, с плохим настроением решили сделать что-то противозаконное, то держитесь, закон будет точно не на вашей стороне и дадут вам по максимуму. Плюс еще снимут с вас кругленькую сумму. Так что живите по закону, не нарушайте, будьте в безопасности и не действуйте необдуманно, не ведитесь на провокаторов. Лучший лишний раз позвоните в полицию. Пусть полиция приедет, разберется, даже если она ничего не сделает, как вы говорите. В полиция в Америке тоже может ничего не сделать, а просто приехать, посмотреть, что все в порядке и уехать по своим делам. Дальше пить кофе из Старбакса. Так что на связи, всем пока. Ну а вы напишите в комментариях, те, кто думают, что все США защищены законом и оружием. Далеко не так.